Поселок Рощинский, 15-я отдельная мотострелковая бригада миротворческих сил. Именно здесь впервые в действующей воинской части и решили открыть финальный этап Зорницы-2015. По словам организаторов, даже воздух на территории части настраивает молодежь на патриотизм и стремление к победе. Здесь стоят настоящие генералы, здесь стоит настоящая техника. Здесь все пропитано духом, воинским духом, духом патриотизма и гордостью за нашу Родину. Проект имеет грандиозное значение. Стране нужны настоящие патриоты. Я думаю, что здесь они рождаются. Я думаю, что и для самих военнослужащих появление вот этих ребят, земляков, молодых, которые только сейчас задумываются и делают первые шаги военной службы, это в том числе и для военнослужащих важно, потому что им это прививает чувство ответственности в том числе за вот этих ребят, которые сегодня здесь находятся. Участие в финальных играх принимают 10 команд со всех районов Самары, а также из Вожского района и Чапаевска. Ребятам предстоит пройти несколько площадок и показать лучшие результаты в разборке и сборке оружия, метании гранат, строевой и физической подготовке и стрельбе. Все интересно, все нравится, охота попробовать. Все-таки подготовка перед армией, перед службой. Все позитивно настроены. Это закаляет, делает тебя более устойчивым, то есть подготавливает к дальнейшей жизни. Есть и те, кто во время игры соревнуется не только с соперниками, но и с самим собой. Ольга Садовая сегодня поставила свой новый рекорд, сделав упражнение на пресс 225 раз. Я занимаюсь спортом вообще с трех лет, поэтому как-то привычку вошла, без спорта уже вообще никак. Потому что я люблю спорт. Военно-спортивные игры «Зарница» в Самарской области проводятся уже третий год подряд. За это время в них приняли участие более 170 тысяч школьников со всего региона. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.